всем доброго времени суток рыбалка начинается со спасения рака не знаю хватит сегодня рыбалка у нас не знаю будет что плевать не будет сегодня хочу посвятить рыбалку тренировки заброса так как кастингом я ловлю первый сезон специалист невеликий поэтому буду показывать как я бросаю что у меня получается самый простой заброс это боковой с него наверное стоит начинать если вы думаете что сейчас будет такое интересное кино типа такого я закинул туда и теперь у нас два три такого кино не будет сейчас в общих чертах покажу как я бросаю а потом уже если кому-то будет интересно уж потом время будет все это можно будет разобрать со всеми нюансами боковой заброс здесь понятно отводим в сторону здесь главное чтобы не было никаких рывков тормоза настраиваем у меня настроено все на середку то есть магниты центробеги все на середку основной упор у меня делается осевиком регулирую я вот как поставил в начале сезона так она у меня стоит я там больше ничего никуда не кручу один осевик отпустил подтянул и регулируем скорость падения нашей приманки и так боковой взяли сторону здесь главное чтобы не было никаких рывков сначала попробуйте нагрузить сам бланк как это будет у вас получаться и потом когда уже более-менее без рывков у вас будет ходить тогда можно бросать и примерно таким образом бросаем можно одной рукой можно двумя дальность полета регулируем пальчиком который у нас находится на школе очень удобно это такой самый простейший можно сказать заброс боковой заброс можно применять чтобы выловить например вот такие вот интересные местечки раз под бережок стоит щука наверно и таким образом идем по речке и тренируемся главное не только за одной катушкой смотреть но еще как работает бланк потому что чуть бланк дернулся где-то у вас неравномерка пошла сразу здесь будет борода вот вот или перебежка ну на мультипликаторе это не очень страшно все очень быстро и легко распутывается если бороды сегодня будут я вам покажу как это делается то есть боковой заброс сторону отвели закинули есть такой заброс называется не знаю как обратной стороной руки вроде как то есть тоже самый боковой только кидается из-под руки то же самое смотрим как у нас работает бланк чтобы его нагрузить не нужно делать никаких резких телодвижений кастинг такого не любит сразу образуется либо перебежка либо борода поэтому все движения должны быть плавными и размеренными раз хоп под коряжку кинули это если например в эту сторону можно боковым забросом кидать а в эту сторону если например неудобно да можно кидать так называем обратной стороны руки и хоп под кустики а там вдруг кто-то и сидит то же самое никаких резких телодвижений дальность регулируем быстреньким нажатием пальчика на шпулю и полет приманки прекращается снасть руки лежит очень здорово очень компактно центр тяжести находится самой кисти и поэтому работа такой снастью достаточно интересно раз под кустик не знаю где кто как я на перси сделаю вот у меня поводок там сантиметров 15 ну и получается у меня свист сантиметров 25 металл как раз хватает чтобы нормально загрузить бланк если надо немножко подальше закинуть тоже с обратной стороны руки так скажем можно сделать такой ролл питчинг называется да этот такого вида заброс так как стоя по грудь в воде не очень удобно его делать поэтому я его делаю сбоку то есть то же самое закручиваем нашу приманку да кому как удобно кто-то по часовой кто-то против часовой и в момент когда у нас приманка немножко разгонится мы ее отпускаем примерно так здесь тоже без фанатизма все движения должны быть плавными либо рано ускоренными чтобы никаких дерганий ну придется конечно немножко потренироваться потому что с кондачка так сильно это не получится но тем не менее достаточно вам самим потом будет просто достаточно интересно раз вот туда под пустик принципе туда никаким больше забросом с данной точки забросить не то что невозможно но не очень удобно катушка у меня касситос намотана здесь монолеска 035 как удобненько раз под пустик и а вдруг там еще и сидит кто-нибудь развернулись здесь таким забросом мы можем по тот берег кинуть под этот берег уже бросаем боковым раз под травочку смотрите на уже далеко полетела пальчиком прижимаем и все у вас хорошо и приманка упала туда куда надо ладно пойду дальше а то сейчас разболтаю всю рыбалку проболтаю такие малые речки чем хороши здесь не нужен дальний заброс здесь нужен точный заброс чтобы вот положить уреза травы либо под кусты головка здесь стоит 6 грамм плюс ключов просто 2 дюймовая силиконка ну поводок вот идем и таким образом боковым забросом облавливаем все интересующие нас места у нас тут два дня дожди лили поэтому не знаю что у нас сегодня с рыбой можно подкинуть вот туда под кустик так хоп бац и там приманка там где надо можно пока падать немножко подыграть иногда это щучку либо окунь разодоривает а окунь там есть ведь я точно знаю я его чую хоп под кустик очень удобно заброс плавненький приманка летит медленно и очень удобно ее контролировать палец постоянно во время заброса у меня лежит на шпуле может потом буду отпускать ну как-то вот так не более-менее удобно как ты так себя поуверенней чувствую потому что снасть то все-таки еще осваивать да осваивать наша закинем посмотрим что есть я сам перед тем как начать освоивать кастинг пересмотрел кучу видео перечитал кучу всяких интересных вещей но все они какие-то однотипные вроде все понятно все хорошо все здорово не знаю но я могу так сказать пока вы сами именно свой комплект именно свои руки не возьмете и не побросаете половину этих советов можно будет забыть даже если вы видите специалист кидает даже если вы возьмете точно такую же катушку точно такую же там поставите плетенку точно такую же спиннинг не факт что вы попадете в точно такие же условия с таким же ветром там какие-нибудь боковым и точно с таким же усилием будете кидать приманку то здесь насть надо маленько почувствовать но это с любой снастью ну и захотеть не так что два раза кинул два раза борода все плюнул кастинг мне не зашел надо маленько все таки с этим делом примириться что будут города будут перебежки ну на первых парах не проще я зимой в кабинете нас пожали тренировался так что на воду вышел уже более-менее скажем так подготовленным как мне казалось ну пока не мерите кастинг я не бросил сейчас одна цель научиться кидать так чтобы ташина ринамики который увидит как я бросаю по зависти сделал все харакири видите как удобно кидать под кустики короткие какие-то простейшие забросы можно отрабатывать даже у себя в квартире поставьте вам тазик какой-нибудь или ведро и пробуйте кидать и вы будете удивлены насколько это интересно это все делаем боковой заброс но немножко верха да про верха чуть позже расскажу даже не . не было было она там какая-то непонятная то ли поклевка то ли чё под травку место проходите захотели обратно кинуть возвращаться неохота применяем просто другой заброс здесь прошел уже здесь можно заброс обратной стороны рукой вот так поставим зелененький не был что то она желтенький не хотят под бережок вот туда под кустик очень удобно управлять в полетном приманке туда закидану разок иногда идешь так вот обкидываешь обкидываешь назад кинул бас поклевка муть поднимаешь на эту муть всплываются всякие там мелкие сикарашки а за ним подтягивается хищник туда закиданем посмотрим что там есть вот смотрим еще одно перспективное место как-то кидать туда не очень удобно да здесь применяем следующий заброс называется питчинг по идее по идее он выполняется снизу вверх но здесь так как вода неудобно с лодки вообще хорошо было бы стоя поэтому я его делаю немножко боком раз подпустит на таких речках иногда поклевка происходит на коротке опускаю приманку где-то на уровень катушки беру за крючок нагружаю бланк и в момент когда у нас приманка пошла здесь надо главное катушка вот так удержится здесь главное как сказать вовремя палец отпустить хоп и не попасться на свыжий крючок раз очень удобно облавливать вот такие вот интересные места сюда закинули не получилось никто не клюнул туда закинули там сейчас течением как раз под кустик под нависший этот приманку стянет здесь надо в эту сторону куда-то кинуть здесь еще проще здесь уже есть где развернуться и как нагрузить бланк хоп видите как легла под кустик очень интересно очень удобно чем мне кастинг и понравился очень много техник забросов всевозможных можно практически под любые условия подобрать какой-то свой тип заброса чуть прошли кусты уже немножко под другим углом да у нас здесь можно уже применить боковой заброс раз под бережок под бережок иногда одну корягу облавливаешь под этим углом никто грудь не клюнул под другим углом встаешь бросаешь по ту же корягу там происходит поклевка так что все такие местечки надо тщательнейшим образом облавливать раз под коряжку туда раз под бережок опа вот была поклевка сейчас видел кто-то там у нас сверкнул похоже на щуренка вот видите под другим углом буквально встал попробуем доловить или это окунь был вот что-то блеснуло и прям стук вот уже одна поклевочка у нас была значит стрелка там стоит что-то похоже было на щучку что-то так светленькая больно сверкнула может быть и окунь был попробуем облавить на дерево больше не хочет паразит на обратном пути попробуем сюда еще покидать вот туда к травке видите как удобно видите как удобно вот комбинируя всевозможные забросы облавливать всевозможные интересные места в принципе такие же забросы можно делать и простым спиннингом но там полет приманки не очень удобно будет контролировать вот так и ловим а ох по травку как ловко туда под кустик попробуем когда из-за спины бросаете сзади иногда поглядываете как только веточку поймали все большая борода будет стук ух ты ну нифига себе вот это акуняра такой акуняра такого не было сожрал да какой-нибудь такой акушарик от нуля ушел если мелким уши покрупнее кто клюнет была еще по чашечкам что-то вроде тоже мелкий окунёк что-то не хочет никто плевать туда под травку бережок он интересное местечко охладненько уже ходить за броничках то на цене 6 градусов жары их ты . было ну-ка попробуем еще раз теребит мелкий окун теребит пойдем посмотрим как у нас там дела так попробуем вот тут кустик я вот по тем кустиком на 4 200 щуку ловил не смотря на то что вроде речка небольшая я бы ловил с берега вот отсюда уже в полной темноте я ее поймал поставил грабстик айковский что-то пока тишина окунь здесь хороший есть что-то не хочет ничего плевать не знаю что ему надо что касается заброса оверхед свист но я тоже делаю сантиметров 30 может здесь тоже главное бланк нагрузить нормально без рывков и за задницу все не поймать катушку отпускать когда удилище где-то ну я отпускаю где-то градусов 45 раньше отпустишь приманка вылетает и в какой-то точке останавливается в воздухе в это время здесь у нас получается борода поздно отпустишь плюхнется перед тобой то есть тоже надо момент поймать ну так не объяснишь здесь практика нужно конкретно ваш спиннинг конкретно ваша катушка потому что так чего-то стоять умничать это бла-бла-бла надо брать какие-то базовые моменты а так или иначе все равно у каждого будет свой путь и и каждый будет руку набивать по-своему что-то плевать не хочешь подлые окуняры щуканы поменял силиконку поставил большую красивую желтую и реально тут уже раза три стукнуло такое ощущение что-то за ты стены и хвостик прищипывают может быть какой щука соблазнится ух ты вот говорю реально кто-то стучит похоже на окуня реально прищипывает кушарики рака пора ставить не было поставлю большого мелкую не хочет клевать крупного заглотить не может но это не щуча поклевка не удара ничего так теребит хвост прищипывает закругляться наверно надо что-то темно уже да и под замерз маленькая щука нету гада выходить помаленьку и рыбалка больше тренировка ну тем не менее опыт помаленьку нарабатывается не хочет рыб клевать уже темно нифига не видно поэтому бреду на выход сегодняшняя рыбалка больше бла-бла-бла ну хоть потренировался так что ловите кастингом всем пока так что лет и с и и и и и и и и и